Рэн-ТВ. Владимир Минеев, Россия, Фернандо Родригес, Бразилия. Пять раундов по три минуты по правилам К1. Руки, ноги, колени, исключая локти. Итак, поехали. Первый раунд. Огромный бразилец. Сразу же пошел вперед. Но Владимир опытный боец. Сейчас он призер чемпионата России. Серебряный призер по тайскому боксу. Мастер спорта международного класса. Кстати, мастер спорта по боксу. Был в юниорской сборной России. Поэтому что такое работа в стойке, Минеев знает очень хорошо. Фернандо Родригес, боец все-таки с перекосом на борьбу. Но, тем не менее, мы видели, что с Гаджи автоматом он вполне себе охотно шел рубиться. Регистрируйся на винлайн и получи фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай ставку на своего фаворита. Бесплатно. Плотный лоу от Родригеса. Да, Фернандо Родригес оказывается знаком с техникой ударов ногами и лоу-киков. На пресс-конференции все говорили, как ты будешь с ним справляться. Он сказал, друзья, у меня серьезная команда, я все умею, вот увидите. Но он дрался в ММА. Мы понимаем прекрасно, что и лоу-кики, и клинч, и все это там есть. Даже, возможно, в большем количестве, чем в кикбоксинге. Здорово. Очень плотно Минеев. Ох ты, а это удар в корпус балл от Родригеса, да. Очень большой, массивный. Мы видели, что Стицуренко таким ударом в первом бою нокаутировал от Доса. Друзья, но здесь весовая категория, конечно, большая. И Владимир сам говорил, это похоже на абсолютно весовую категорию. Такое бывает в карате, например. Так вот, это некое возвращение в его начало, в его базу. Ну, 93 плюс веса. Владимир на бой вышел в весе 95, ну, может быть, сейчас 96 килограммов. Я не думаю, что сильно гонял. А Родригес-то, конечно, за 100 переехал. И сейчас Володе, ну, непросто, видимо, приходится в первом раунде, пока Родригес дышит, пока Родригес заряжен. Да, он мощный, он большой, широкие плечи, крепкая мускулатура. Он сказал, что он будет выходить на бой примерно 118 килограмм. Но я думаю, что ни капельки не убавил. Да, конечно, такую массу нужно таскать. И давит, и идет вперед. Фернандо Родригес настроен. Посмотрите на его взгляд. Владимир Минеев был настоящей звездой кикбоксинга еще несколько лет назад. Но затем для кого-то неожиданно, для кого-то ожидаемо он сменил специализацию и перешел в ММА. Там у него тоже все очень и очень здорово складывалось. Есть одно поражение от маги Исмаилова. Правда, в реванше его Минеев закрыл. Родригес пытается ударами, ногами достать до головы. Мы видим в первом раунде, пожалуй, самое главное для себя. Родригес получил уже несколько жестких попаданий, но это все он выдерживает. Да, и вспоминаем предыдущий поединок. Терпение, это то, что вы будете. Иваново, Баджевска, Москва! Бесплатные трансляции топовых турниров, расширенная статистика и бонусы заставки. Все это доступно только в приложении Винлайн. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом BOX и получи до 10 тысяч рублей на первую ставку. А еще ты можешь стать обладателем перчаток с автографом Владимира Минеева. Наслаждайся игрой на Винлайн. Пять раундов! Ты шиш, переверни! Переверни! Бокси-арей! Бокси-арей! Слопи-арей! Ты не чувствуешь, да? Ты на середине гола, пара круза. Бокси-арей! 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 И вы ищете, что ты не боишься! 17 килограммов, ну, практически 120, и это, конечно, надо иметь в виду. Да, что делает Родригес? Если честно, я никак не думал, что он может с разворота ударить в корпус, посмотрите, а парень-то совсем в порядке. Да, совершенно не подарочек приехал из Бразилии, и по первому раунду мы видим, что все, что наговорил перед боем Родригес, ну, максимально приближено к реальности. Очень уверенно, очень уверенно, Давид, Давид идет вперед, Владимир Минеев работает вторым номером, на дистанции стреляет. И, конечно, мы здесь, я думаю, что должны переживать за возможную недооценку, ну, потому что мы знаем, Минеев очень хорош в ударке, и могла закраситься мысль, что вот сейчас я этого большого бразильца измотаю и добью, но пока надо сказать ничего об этом. Не говорит. Да. Пока все, что попадает в бразильское, в бразильскую сторону, Родригес выдерживает. Ну, тяжелый, посмотрите, Фернандо, когда сталкивается, прям видно, как сносит Владимира. Это видно, 20 килограмм плюс. И хорошая скорость, и Давид, и, в принципе, то обучен. Вполне себе очень прилично. Главный козырь Минеева в этом поединке, это, конечно же, мобильность, это перемещение, это большой бэкграунд и опыт. Возможно, не стоит, Володя, заряжаться на один удар. Понятно, что срубить такого великана одним ударом будет очень тяжело. Нужно заставить его помахать, промахиваться, потерять уверенность в себе. И вот тогда все придет. Но, конечно, Владимир опытный боец, и угол там тоже сверхопытный. Конечно, они все понимают. И еще я вам хочу напомнить, что этот бой пятираундовый, бой за титул, за пояс, и пять раундов по три минуты, это длинная дистанция. Мы знаем, что Минеев очень жестко бьет. И, конечно, не хотелось бы, чтобы в этом поединке Владимир стал заложником своего статуса, бьющего бойца. Совершенно не нужно гнаться за нокаутом. Здесь, я думаю, нужно обыгрывать. В первую очередь, Родригес очень хорошо готов. Он очень зрячее ведет поединок сейчас. Да, ну, немножко снизился темп. Бразилец начал уставать потихоньку. Володя начинает находить свои моменты, свои эпизоды. И когда мы говорим о такой модели боя, один очень большой против не очень большого, понятно, что ключ к победе для бойца, который уступает по габаритам через живот, через корпус. Нужно лишить подвижности Фернандо Родригеса. И вот как только он замедлится, уже начинает бомбить. Включил ноги Владимир, и это хороший знак. Он почувствовал себя в ринге. Аплодисменты! Аплодисменты! Смотрим второй раунд. Хайлайдер. Здесь, конечно, есть на что посмотреть. Большой-большой Бразилийц. Тяжелый, тяжелый. Против такого прорваться, конечно, груда мышц. Да, посмотрите, рука Родригеса, ну, просто в два раза в диаметре больше, чем у Минеева. Конечно, превосходство в мощи, в массе на стороне бразильца. Это глупо оспаривать. Но Минеев техничный боец с большой школой за плечами в боксе, в кикбоксинге, в тайском боксе. Поэтому все это нужно сейчас из той самой кладовой доставать и предъявлять своему сопернику в ринге. Ой, как здорово! Хорошо справа. Хорошо, здорово. Александр, мне наводит, вот смотрю сейчас, наводит на мысль такая картинка. Великий К1. Дом Токио. Гран-при. Тяжеловес. Это то, что мы ждали. Ох ты! Попадает, попадает Владимир Минеев. И рефери открыл счет. Конечно, поднимется. Будет Родригес продолжать. Но штормит еще бразильца и, конечно, Минеев. Смотрите. Попал, попал, Володя. Попал, да. Будет не встали. Колено от Родригеса в клинче. Но сейчас будет он всеми этими хитростями пользоваться, конечно же, чтобы избежать больших неприятностей. Раскачивает его сейчас Минеев. Готовит атаку. Опять впадает справа. Шагом бьет правой рукой. Но хитрющий, хитрющий Родригес тут же сближается. Начинаются объятия. Конечно, в интересах бразильца. Держать Минеева на ближней дистанции. Умеет держать удар Родригес. Попресен еще бразилец. Заходит в сторону удар. Форкус. Да, Фернандо видно, приходит в себя. Тяжело, тяжело. Встал, поднялся. Здорово за шагом вправо. Задышал бразилец. И как зал-то включился. Публика все понимает. Да, это главный бой вечера. И, конечно, все ждали. Прекрасный, прекрасный поединок. Пропускает профессионал. И лево сбоку стоит. Завалился все-таки Родригес. И он потрясен. Плюс дышит очень тяжело. Еще целая минута работа. Есть шанс у Владимира. Конечно, есть шанс. Потрясен Фернандо. И нужно пробовать найти, найти еще щели. Найти места. Ну, а бразильцу нужно сушить этот бой. Вот эти клинчи, объятия. Это то, что ему нужно сейчас. Но снова оказывается на полу. Скрутка из тайского бокса запрещена. Открыт счет. Потрясен Фернандо Родригес. С трудом он шагает в свой угол. Восемь. Мне кажется, рефер не просто. Утвердительно он отвечает на вопрос, готов ли ты продолжать. И это значит, что Минеев пойдет бить снова. Снова справа улево сбоку. Родригес на полу. Наелся, наелся Бразилия. Тяжело поднимается Фернандо. Упал тяжело. Угол готов выбросить полотенце. Рефери считает. Да, да, это конец. Это нокаут. Владимир Минеев одержал победу. Но недоволен Минеев. Хотел он решить вопрос окончательно и бесповоротно. Чтобы никто ничего не подумал сказать. Но победа есть победа. Решение судьи оспаривать мы не будем. Хотя я бы, конечно, еще посмотрел. Но мы знаем. Главная задача рэпери в ринге – обезопасить жизнь и здоровье бойца. Но недосказанность есть. Бату Хасиков у нас в ринге с красивым бойцом. Вот этот самый левый сбоку. Тут совершенно из-за виду материал Андрея Сминьева. Да, правый через руку и левый сбоку. Тяжело упало. По кикбоксингу среди профессионала Бату Хасика. Когда-то они дрались в одних шоу вместе по кикбоксингу. Но сейчас один награждает другого. Проверил корпус Бату. Молодец, Владимир. Красивейший поединок. Я думаю, этого ждали зрители. Возвращение профессионального кикбоксинга на большие экраны, на большую арену. Ну что ж, пожелаем, чтобы времена К1 возродились с той же мощью, с которой мы наблюдали этот вид спорта в конце 90-х, начале 2000-х. Шикарный, шикарный дебют кикбоксинга на больших экранах в России. Да, и, конечно, непростой поединок, начало и его развязка. Да, с большой интригой, с драмой этот бой. Но именно за это мы любим единоборство. И давайте вспомним, как было тревожно за Владимира после первого раунда, который, может быть, он даже и проиграл. И как все развернулось. И, господа, время остановки боя 2 минуты и 53 секунды третьего раунда. Техническим нокаутом одержал победу и стал обладателем пояса бойцовского клуба Рэнтова в супертяженном весе Владимир Волшанин. И... Россия! Россия! Продолжение следует...